Здравия желаю, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу о гомосексуализме, то есть почему появляются гомосексуалисты. В современном мире, в котором особенно западная политика продвигает эти все ЛГБТ-сообщества, вот эту вольную любовь, полную свободу, животные страсти, кто кого хочет, кто с кем хочет, никаких ограничений, то есть к этому все идет, то есть хотят построить такой стадный коммунизм, людей вовлечь в этот сексуализм, заботы сексуальные, вот, а верхушка, которая тоже в принципе в этой игре играется, такими людьми легче править и гнать их в любую, в любую сторону, то есть такие сообщества абсолютно не критичны, то есть если мы посмотрим на то, как проходят выборы, да, то есть очень-очень интересно, да, когда в Штатах или Франции Макрона выбирают там, он там забирает огромное количество голосов и вдруг проходит, проходит месяц-два и его, его влияние, его рейтинги падают там чуть ли не до 10-20 процентов, или на 10-20, или, в общем, огромный такой спад происходит, то же самое с Байденом и со всеми остальными, то есть дело в том, что такие люди действительно заняты своим проблемами, они не критичны вообще абсолютно, то есть сексуализм, это, как говорится, хуй стоит, башка не варит, вот, когда мысли все вот внизу за права каких-то меньшинств, эти меньшинства, даже не являясь меньшинством и топишь за то, за какую-то свободу, ну понятно, что молодежь, их можно вовлечь, чтобы они хотят, ну, свободных сексуальных отношений, все такое понятно, это для молодых как бы интересно, это важно, вот, старшее поколение обычно оно трезвеет со временем, но критичности не набирает, хотя все больше и больше, если в этом направлении рекламу такую проводить, свободного сексуализма, тогда, ну, люди на всю жизнь становятся извращенцами, такими зацикленными, вот, и сейчас много рассказывают, почему люди гомосексуалисты, ну, вообще-то, в принципе, наука на это все молчит, то есть она, она единственное, что может выдумать, это какой-то ген гомосексуализма, то есть это, это пародия на науку, конечно, потому что вся эта генетическая теория, но она работает, то есть конструктивисты, философы-конструктивисты добились своего, и сейчас, сейчас построением создания философского камня, так сказать, в головах у людей занимаются профессионально, с помощью СМИ и образования, вот, на все, на что способна западная религия, ой, наука, западная наука, а вот, что касается, что касается религии, да, ну, то есть, я бы, вообще-то, если правильно говорить, то я религии назвал бы только западные, вот эти, авраамизм, да, иудаизм, христианство, ислам, а, допустим, индийские культы, я бы их назвал просто культами, потому что элемент веры там присутствует, естественно, но он не, он не, в общем, религия, признаком религии является мессианство, то есть распространение, если мессианства нет, а это все на уровне общности, то это культ, вот, поэтому в восточных культах, может быть, если опираться на их, на их философию, то получается, что гомосексуализм, это может быть наследственным вариантом, да, то есть, карма у человека такая, то есть, он был гомосексуалистом в прошлой жизни или был женщиной в прошлой жизни, и вдруг он родился мужчиной в этой жизни, вот, я лично, да, мое мнение в том, что это все совершенно не так, то есть, да, естественно, существует механизм в природе, который возвращает душечки из снов обратно в эту жизнь, я уже в теме о том, почему рождаются девочки, почему рождаются мальчики, уже рассказывал, вот, но особых кармических, кармических штампов, притянутых с прошлой жизни, не существует, именно в эмоциональном плане, почему, потому что каждое новое тело маленького человека, оно программируется с нуля, существует определенная матрица, матрица ума, человеческого восприятия, как он в прошлой жизни воспринимал, определенный уровень, если есть покой, значит он, то есть, существуют образы в человеке, но они безэмоциональны, они только, ну, на примере таком скажу, что на островах, которых не было хищников, когда приплывали моряки, животные выходили и просто смотрели, то есть, у них не было эмоциональной науки, страха перед хищниками, вот, здесь то же самое, когда человек маленький рождается, его тело является чистым листом, и, чтобы заполнить этот лист, его, ты сам, запрограммировать, программное воспитание, программное, программирование тела, это называется воспитанием, то есть, есть обучение, когда тебе дают определенные знания, а есть воспитание, и то есть, воспитание передается без слов, оно копирование поведения взрослых, да, дети очень сильно копируют, просто-напросто, если они, с ними доброжелательность проявлять самого-то самое, они просто будут вашим хвостиком, который будет прямо слизывать ваше поведение, ваши манеры, все, так вот, существует аспект энергетический, то есть, сексуализм, любые эмоции, они энергетичны, то есть, злость имеет свою энергетичность, излучение, злость, зависть, ревность, все, так же самое сексуальное желание, так же имеет свою энергетичность определенную, это очень тонкая энергетичность, настолько тончайшее вот это ее проявление, что она, можно сказать, что она наистеннейшая энергетичность, которая разбивает все заторы эмоциональные в человеке, Стоит возникнуть сексуальной энергии, как все остальные эмоции просто пропадают. Мысли, кстати, тоже. Но встреча мыслей с эмоциями, с любыми эмоциями нежелательна, так как мысль это тончайший информационный элемент, а эмоция любая от апельсина до дыни. Поэтому шансов у мысли нет. Мысль играет посредственную роль, только отрывочно между делом, между этими апельсинами пролетает. Так вот, апельсинные эмоции, я имею в виду. Получается, что нас, наши родители, воспитывают с помощью обучения. То есть, если проявила родитель злость к своему ребенку в детстве, можете верить, а можете не верить. Но для многих родителей, такой пример скажу. Если вы помните какие-то эпизоды из жизни, когда вы проявляли агрессию к своему ребенку в младенчестве, то есть, это первые два года, даже может меньше, полтора года, где-то до двух лет, это ребенок как губка. То есть, он любую энергетику воспринимает некритично, просто впитывает в себя. И вот заметьте, если вы проявляли агрессию к своему ребенку, у него будет плохое зрение. Это есть такая взаимосвязь между злостью, значит, болезнями печени и зрением. И если ваш ребенок носит очки, значит, вы проявляли к нему агрессию в младенчестве. Вам раздражение такое вплоть до злости, что вот что-то кричишь, что-то орешь, маленькое существо. Это такая взаимосвязь. Но, то есть, вы же взаимосвязь еще и сексуальная. То есть, судя по тому, что в Европе сейчас огромное количество разных гендерных типов возникает. Те, кто любят детей, те, кто любят младенцев по возрасту. То есть, этот дурдом я никогда не вникал в него, но просто мимоходом проходит такая информация, что существуют опросники в психологических клиниках или в больницах. Опросники человека, и они честно отвечают, что у них какой тип. Что они любят женщин, любят мужчин, мальчиков. Там все. То есть, какие-то у них там заморочки существуют. Так вот, вот эти все любители детей, особенно младенцев. Вот смотрите, какой хороший котенок. Котенка гладишь, он же маленький. Прямо ручки тянутся. У всех. Я буквально думаю, что нет таких равнодушных, который бы к маленьким котятам, таким милым, пушистым, или к другим существам, щенятам, или к детям таких милашки, относился бы без такого желания погладить. Вот такой маленький-малепусенький. Но есть же определенный уровень желаний. То есть, если вот отсюда желание, душевное желание, мысли, так можно, пожалуйста, то есть это все, это эстетические, это сам вариант. Но существует у нас еще животное тело, которое большинство, большинство людей не контролируют. Поэтому, почему не контролируют? То есть, есть сексуализм определенный, да? И он зарождается именно в младенчестве. Если вот с маленьким ребенком, маленький ребенок, то бы его усыпить, он то-то-то-то, а потом занимаются родители любовью. Ну и бог с ним. То есть, его внимание на них не сконцентрировано, и это безопасно. Вот, но когда он начинает плакать, а мама вся там за это самое, ей хочется, да, она ребенка берет, она передает ему свое эмоциональное облучение, желание. То есть, уже можно считать, что маленький человек будет иметь сексуальное желание. Ну и хорошо бы, что это мамина. Потому что женское, оно не активно, оно как бы всеядное. Ну подумаешь, девушки между собой-то целуются, да, там обнимашки, то-сюда. Мужикам как-то это в футболе так, в страсти, там можно там обняться и все. А так в жизни реально, ну что с мужиком? Так, просто от сердца, братан, да, можно. Но существует же те, которые именно вот любят детей, да? Поэтому, когда он взял маленького ребенка, это самое, и у него проснулись чувства ниже уровня души, вот там, внизу. И что-то там зашевелилось. А ребенок – это губка. И если мальчик, он еще мальчик маленький, если девочка, в принципе, ну, это как бы ничего ей не повредит в смысле ей сексуальности, да? То есть она и так будет чувствовать, она будет именно заряжена на мужской пол. От этого зависит только уровень сексуализации или ранний сексуализм ребенка. А мальчика, если взять, тогда получается, что мальчика почувствовать эти чувства, которые именно между отношениями, когда между взрослыми людьми. И облучить мальчика этими чувствами – это уже сломание барьеров мужской психики, и он уже будет неразборчивый в дальнейшем. То есть он может быть не гомосексуалистом, но если он будет подвержен юношескому анонизму, это 100%, для него будет это самое, как бы, общий мальчиков анонизм, там вот они занимаются, есть такие моменты, то есть общее такое, то есть будет в этом направлении двигаться. И если он не встретит какого-нибудь старого гомосексуалиста-развратника, то он может быть остаться нормальным человеком, таким, ну как бы всеядным, может быть по наркотикам где-то когда-то, или по водке он, и у него что-то проснется, и он может там с мужиком там что-то там захотеть иметь. У него нет барьера. У него нет барьера на уровне тела. То есть это излучение сексуальное ломает барьеры, оно программирует, то есть связь появилась, она уже остается в человеке. Вот, и если, но если эта связь будет продолжительной, это один раз может быть, да, но уже все равно программирование прошло, но если эта связь будет программирована, это 100%, что человек с самого детства будет чувствовать себя объектом, он чувствовать себя будет женским типом, ему хочется будет платье женское, девчачье одевать, все, он будет чувствовать себя женщиной. То есть мужчина проявляет эмоции к мальчику, а оно ребенок, а оно чистое существо. Облучение и все. Таким образом создается гомосексуалист. Если вам говорят что-то другое, ничего, ничему этому не верьте. Просто-напросто это дело тайное, это дело мимолетное, это мужчина посадил мальчика на колени, и ему проявляют определенное чувство. Жена говорит, да, он любит детей. Понятно, любит детей. Все просто, любит детей. А один может быть реальным, нормальным человеком и обращаться от души с ребенком. Чего пацан там, чего малыш там, все. А у второго или одного из десяти, будем говорить, возникнут какие-то чувства, которые ниже зашевелятся. И тогда происходит это обучение. Поэтому детей маленьких нужно беречь именно от чужих, от тех, которые, бабушки, дедушки, неважно. Бабушки, короче, женщин оставляем. Женщинам дозволено все, будем так говорить. Ну, в рамках нормальности, приличия. А вот мужчин нужно создать такие условия для ребенка, оберегать его от мимолетных встреч. Потому что это очень важно. Потому что встреча, допустим, даже если один... Говорят, что 5% мужского населения гомосексуальны. Поверим, это 5%. Это один из 20 может делать вашего ребенка гомосексуалистом на всю жизнь. Оставить его с этим человеком. И вот он научит его. Поэтому до 2-3 лет вообще нежелательно присутствие мужчин в незнакомых особенно. Во-первых, гомосексуалисты очень тянутся к детям. Поэтому выбираем специальности. Школьных психологов, тренеров, различных тренеров. Встречал я в жизни своем учителя танца, которые реально просто-напросто приходят в садик, вызвали учить детей танца. И молодой человек начинает учить их танцам. Потом дети. А потом окажется, что откуда повышенная такая активность такая, откуда вот этот маленького ребенка. Есть еще понятие возраста, чем взаимосвязь возраста и интеллекта. То есть ранний сексуализм делает так, что человек плохо будет, плохо учится. Как бы он не этот самый, но ранний сексуализм делает человека просто слабо шаричем в этих самых. Память у него плохая будет. Именно что касается конкретики, конкретно программирования знаний. Поэтому до 8 лет вообще нужно оберегать. Это так примерно взятая цифра. Это 6-8. Ну желательно до этого момента, до 8 лет, пока вот естественно тело не начнет формироваться. Нужно просто оберегать детей от любых проявлений сексуализма. И тогда они будут у вас умными. Если вы будете стремиться к этому и создадите условия и программу такую, чтобы человек был умным, чтобы с ним можно было договориться. Как взрослым, чтобы он был понятливым. Вот если существует сексуализм, существует просто уже эмоциональный раздрай. То есть считайте, что вы получаете маленькое животное, которое потом сложно, сложно, сложно всю жизнь социализируется. Это вообще, я не имею в виду гомосексуализм. Вообще сексуализм как таковой. Вот если хотите человек, чтобы он был мудрый, вырос и умный. Конечно все молодые, им не хватает какой-то жизненного опыта, будем так говорить. Но они быстро могут его набрать. А так, как говорится, если вы встречаете в жизни такое понятие, как старый маразматик, это о тех людях, которые в детстве как бы именно были в ситуации, когда у них ранний сексуализм, а гомосексуализм это вообще серьезно. То есть сейчас в России бьются за то, чтобы там рекламу запрещать, гомосексуализм, а все. Ну запретили рекламу, окей. Это такой внешний атрибутик. Корень кроется именно там, где не видно, там где закрыто, там где не афишируется, там где не увидишь этого. Именно в младенчестве до двух лет ребенка нужно вообще оберегать от каких-либо этих сексуальных этих. Он умненький вырастет. Сексуализм он еще наберется. Потому что если... Вы знаете, что вот когда-нибудь смотрите вы там фотографии людей, видите у мужчины такие глаза такие, аж ресницы такие выдают. То есть ранний сексуализм по глазам даже видно. Вот это ресницы, это подобие людей, обдолбанных кокаином. Привет, школьница. Привет. Вот со школы возвратилась моя лапушка. Это самая младшая. Младшая, младшая моя. Самая умная наша Аня. Вот, ребят, вот я вам хотел предупредить. Вы знали, что причина мосексуальности кроется. Именно в младенчестве. Именно во встрече с человеком, который просто воспитал в вашем ребенке вот эти чувства, которые присущи взрослому. Реакции может не быть физиологически, да, там, мальчика. Но он прочувствует, ребенок обязательно прочувствует вот это все. Мужчинам ласкать мальчиков до этого самого не стоит. Они ваши, ваши дети, они ваши это самое. Вы должны понимать, ответственно чувствовать, что они беззащитные, они губка, они любую впитают. Если хотите, чтобы они любили мужиков, тогда, ну, я не знаю, этот мир, этот мир станет стадом. Лучше бы, чтобы у нас, мы не боялись за своих детей, что они куда-то пойдут и встретят каких-то там извращенцев, которые очень любят детей. Любить. Детей нужно любить. Но ответственность нужно иметь. И понимать, что мы имеем животное тело. Временами, временами люди вообще не могут контролировать все. То есть, если человек занимается анонизмом, то есть он не контролирует свое тело. Если он обжорством занимается, он не контролирует свое тело. Если человек наркоман, алкоголик или курит, он не контролирует желание своего тела. То есть, он зависим. Такие зависимые люди малоэнергетичны. Они просто доноры. Энергетические доноры для этого мира. Энергетические доноры для этого мира.